Просто старт из канта. И подъезжал. Он будет, правда, в минут 5 запускаться. Пока он будет и на дисблог, пока то, пока все. В общем, если кому-то интересно, подойдите, я вам расскажу, объясню, как это все работает. Помните, когда я в прошлый раз показывал из IDE? Там стоял, подъезд у меня стоял, localhost, там 68, 60, что-то такое. Какой-то такой хост стоял, а потом я игрался с private chain. Так. Опять хочу чихнуть, поэтому извините. Возьми таблетком. Разные файлы. Мы можем получать эти файлы из... точнее, получать доступ к этим файлам из консоли. Мы можем со всем этим немножко поиграться. Мы можем там просто, насколько я помню, должно быть. Эй. Во. То есть пустая концовь. На самом деле, вот здесь хаб, и он показывает очень много команд. В том числе, например, здесь есть контракт. То есть показывает просто там тело текущего контракта. Можно сходить просто там куда-нибудь, если там перемену записать. Видно более-менее, да? Или побольше что делать? Побольше. Так, видно? Сейчас. Просто... Окей? Поехали. Давайте будем рассматривать... Перекинуть тебе денег, да? Да. Так, перекинуть тебе денег, да? Да. Да, тут слишком много всего открыто. Какая здесь... Тата-транзакция наших, а высшей транзакции. Аукцион. Открытая система для аукциона. Так. Давайте сразу просто перейдем. Среднего, перед началом аукциона. Окей? Дальше высота, на которой закончится аукцион. То есть стартовая высота плюс 3000 блока. Объявляем также стартовую цену. Окей? И дальше побежали. Мы говорим, что у нас есть переменная this. То есть туда мы записываем отправителя текущей транзакции. Создаем некую переменную токен. Это токен ID. Окей? Более-менее понятно, я надеюсь, это до сих пор. Да. Дальше мы говорим, что текущая цена, если у нас в дата транзакции у текущего отправителя, то есть у отправителя этой транзакции, покручу price, объявленная это переменная, тогда мы вытаскиваем эту переменную. То есть if is defined, то это значение. Then extract. Else – начальная цена. Окей? Дальше. Новая цена в дата транзакции, которая пытается сейчас отправиться. Видите, здесь pattern matching. И у pattern matching мы проверяем дата транзакцию. То есть мы пытаемся сначала прочитать, записана ли в стейте этого аккаунта какая-то текущая цена. Если нет, то мы берем стартовую цену и мы пытаемся понять, какую ставку делает текущий поиск, который пытается отправить транзакцию. Дальше. Понятно рассказал? Дальше. Дальше. Еще раз. Если бы не облазит, то бы еще облазила указка в смысле. Не видно, да? Да. Так. Давайте сначала. У нас есть высота, стартовая цена и все понятно. Мы объявляем некую переменную this, куда записываем. В dx у нас хранится текущая транзакция, которая пытается отправиться. Окей? Center – это адрес пользователя, который пытается отправить. То есть с аккаунта которого мы пытаемся отправить. То есть на этом аккаунте мы по факту просто храним, можно сказать, все ставки, которые были сделаны. Мы храним this, то есть на некий текущий аукцион, токен какой-то, с которым мы будем работать. Дальше у нас есть data-транзакция. То есть мы проверяем только data-транзакцию в этой секции. То есть data-транзакция – это по факту некая ставка, которую делает пользователь. мы говорим, есть текущая цена, то есть записана на этом аккаунте, на аккаунте этого аукциона. Если уже есть цена, то мы берем эту цену, то есть if defined – if is defined – extract, иначе стартовая цена. Проверяем, что новая цена, которая вот в этой дан-транзакции пытается отправиться больше, чем… Зачем просто записываем новую цену, а потом не проверяем. Есть ли новая цена, да, есть ли новая цена больше, чем та, которая лежит над контакцией этого аккаунта. Fee – вот такое-то значение. И has money, то есть тот, который вот эту ставку делает, что у него действительно есть столько денег, то есть мы получаем balance, UX balance, у него баланса есть, кто пытается сделать эту ставку плюс Fee, больше, чем цена, которую он ставит. Вот мы получили несколько условий. И correct fields, то есть мы проверяем еще, что он не пытается сделать там больше data-транзакций, то есть больше ключей не пытается отправить data-транзакций. То есть мы говорим, этот пользователь пытается отправить data-транзакций ровно с двумя полями, то есть size d.data равен 2, center равен то, что он пытается записать data-транзакцию. То есть как будет работать? У нас будет некая data-транзакция. У нас будет для каждого аукциона, для каждого момента аукциона у нас создается один аккаунт. Туда приотачивается этот скрипт. И в data-транзакции этого аккаунта записывается, что вот такой-то публичный ключ сделал такую-то ставку. И эта ставка будет принята только если цена больше, чем предыдущая, которую другие люди делали. Это цена, не цена, что он только вот ставку делает, будешь никакие другие поля он менять не пытается. И что еще? И он для себя пытается эту ставку, не пытается подменить чужую какую-то ставку. Окей? Можно вопрос? Почему this равно это xsender? Ну вот в первом самом начале. Мы просто вытащили в переменную this, но присвоили. This — это адрес конструктора? Ну да, да. А почему это xsender? Сender будет указываться в переменных именно адрес, который он пытается отправить в разарции. Вот в JSON, помните JSON, который я показывал? Или у вас не было? Я понимаю, да. В JSON там есть два поля. Сender и сender public key. Сender — это аккаунт, с которым мы пытаемся это сделать. А сender public key — это пользователь, который пытается эту транзакцию отправить. Вот. Соответственно, вот эта транзакция секции — это возможность сделать ставку. То есть он делает ставку, он как бы говорит, что я готов заплатить там столько-то рублей, запишите, пожалуйста, это дата транзакция, вот эта вот функция. И только если у него есть баланс, только если он меняет только два поля, только если он меняет свое поле. Окей? Я вижу в ваших глазах отчаяние. Да. Вот пример покороче, он в мозг бы поместился. Этот не помещается. У нас вот сейчас, Жего я предупреждал, у вас будет сейчас хардкорно немножко. Ладно, раз так говорите, сейчас мы этот пример закончим, вернемся уже к попроще, потом, может быть, будем усложнять. Так, это для данного транзакция. Не D-sender должно быть. Ну, кстати, да. Там надо получать из-за публики адрес и запрашивать это ошибку. Ладно. это мы собрали все ставки которые были и потом у нас есть еще ограничение на exchange транзакции. Exchange транзакции это когда у нас есть два ордера, то есть я хочу поменять Waves на какой-то другой токен, другой хочет поменять этот токен на Waves. Мы матчимся, то есть наши ордера записываются в одну общую транзакцию и происходит обмен, такой атомарный обмен токенами между двумя разными аккаунтами. Здесь мы говорим, что мы позволяем делать exchange транзакции только если центром является тот, который сделал самую максимальную ставку, что это значит? Что мы получаем адрес из дата транзакции, что пара правильная, то есть помните мы там объявили токен, то есть наш аукцион по факту позволяет просто поменяться токенами. Угу, то есть наш аукцион позволяет просто поменяться токенами тому, кто сделал максимальную ставку. Мы говорим, что наша транзакция правильная, то есть корректная пара, то есть вот то на что-то другое, на какую-то другую пару, на какой-то другой токен. Мы позволяем обменяться только одной единицей, то есть exchange транзакции, что вы будете себе представить? Обмен вот одного того токена на какой-то другой один токен. Окей? И цена корректная, то есть мы вытаскиваем из дата транзакции этого аккаунта integer по полю price и побежаем. Ну, опять же, высота должна быть больше, чем finish high, то есть высота окончания. Сендер должен быть тот, который выиграл, пара должна быть именно та, то есть вот тот токен еще с каким-то другим, корректное количество, то есть одна штучка и правильная цена. То есть correct price, то что было записано, именно то, что было записано в данную транзакцию. Когда он ставку делал, он же записал, что я готов заплатить 500, например. То есть не 1 на 1, а 1 на 500. И вот именно эту цену он должен заплатить. Ух! Это один пример. Но это достаточно сложный пример, согласитесь? То есть это полноценный аукцион, который можно сделать на блокчейне, transparent. Все транзакции, все ставки будут видны от всех адресов. Здесь есть одна небольшая уязвимость. Одна. Кто сможет мне ее назвать? Даже не уязвимость, а проблема. Что ты делаешь? Чтобы ботами можно повышать ставку. Что? Ботами ставку можно повышать. Как? У тебя баланс же известен, конечно. Когда ты словно деда с девочками, чтобы ставка была максимально высокая. Ну, в каком-то виде, да. То есть эта транзакция проверяет твой баланс на момент отправки этой транзакции. Да, но ты так деньги сам себе, грубо говоря, отправляешь, ты не сильно теряешь. А, в смысле сам себе отправляешь? Конечно, если ты проверяешь то, что не балансинг, как раз. Есть деньги, и они на баланс того, кто делает ставку. Да. Да, вот ты создал бот, когда я видел на баланс по моему мнению, в конечном счете эти деньги возвращаются тебе же. Да, ну, я пробую объяснить, чтобы всем было понятно. То есть у меня, например, есть миллион вейвс на моем аккаунте. Я могу прийти, сделать ставку, что я говорю, я готов заплатить миллион вейвс. Потом просто с этого аккаунта эти миллионы вейвс вывести, по контракту я буду победителем, но я просто не заберу. И никто больше не сможет сделать, например, ставку, потому что вряд ли кто-то, у кого-то есть, например, больше, чем миллион вейвс. И будет делать ставку на какой-то айтен. То есть если у меня есть достаточно большое количество денег, чтобы атаковать этот контракт, чтобы никто просто не смог сделать ставку больше, чем моя, я могу вот такую операцию сделать, денег, чтобы потом увести, в итоге никто ставки делать не может, аукцион не состоялся. Вот, как бы, к сожалению, решения вот этой проблемы нет. А что мешает вот этому одному человеку просто каждый раз саму поднимать по всем этим шагам? А что если ты уже поставил свою ставку, ты не имеешь права, что у тебя деньги замораживаются на счету, и я обычно научусь с ней сделать. Ну как тут прям такие кейсы, у меня тут еще, знаете, миллион таких примеров, поэтому давайте я не буду все это рассматривать, давайте мы еще-таки попробуем. немножко более приземленные вещи, мы попробуем все-таки поиграться больше с IDE и писать простые контракты. Ты этим PDF можешь поделиться? Сейчас нет, это будет в виде статьи отдельной потом. То есть, к сожалению, это просто пока внутренний дух. Так, что я бы хотел вам сейчас рассказать? Я просто хотел вам показать, что... Ладно, я хотел похвастаться. Просто я так подпроджект пью, если кому-то интересно, вот подсорственная шняга, вот на demo.spatform.com есть штука, которая позволяет генерировать контракты, если вдруг вам такое интересно. Помните, я вот про данную транзакцию рассказывал, что, например, можно, там, если Alice подписывает транзакцию, она владелец этого токена, в случае, там, с NFT, то она позволяет, то есть, мапка, то есть, есть соответствие, там, Alice паблики, значит, токен номер один, Alice паблики, токен номер два, Bob паблики и так далее. И мы можем написать контракт, который позволяет мне эти паблики только если подписано приватным ключом этого паблики. Понятно было? Помните? Угу или не угу? Кто не угу? Так, не угу. А можно мне объяснять просто дальше? Просто не угу, да? Да, я уже забил все, не угу и не угу. Я думаю, где я не угу сам прочитаю потом, да? Окей, ладно, просто там был кейс работы данной транзакции. Я так покумекал пару раз и решил сделать, мы же можем на самом деле делать всякие разные интересные кейсы, связанные с изменением данной транзакции, с изменением стейта. Бывают же у нас случаи, когда нам просто просто надо поменять стейт чего-то, я не знаю, у нас есть какой-то договор, мы хотим этот договор, чтобы он прошел разные стадии. Давайте даже так, у нас есть какая-то таска джили. Ну, какой-то договор, да. Мы хотим какую-то таску джили, там, я не знаю, взять. Она проходит, там, сначала апрувить менеджер, потом апрувить еще вышестоящий менеджер, потом три менеджера, потом еще кто-то, потом чувак ставит, берет в backlog, потом он ставит статусы, там, я не знаю, to do, doing, done и так далее. То есть у нас могут быть разные такие flow, переходы между состояниями. Представьте, например, документ какой-то, который надо подписать у всего нашего руководства, согласовать со всеми, подписать. Или самый лучший юс-кейс, который я только смог придумать, у нас есть IT-интегратор какой-то, образный, я не знаю, Krok, Lanit, Softline, whoever. Мы говорим, что, они, точнее, говорят, ребят, у нас миллион вас как заказчиков, и у нас со всеми вами есть процесс релиза. Мы хотим релизить что-то у вас, то есть мы что-то поддержим, какую-то систему для вас зарабатываем, но это релизим. Что из себя представляет процесс релиза? Допустим, это несколько шагов. Факт номер один. Нам нужно сказать, что мы хотим релизить новый продукт, обновление, которое вы запрашивали. Это должен опорнуть ваш менеджер, что, окей, накатывайте обновление, дата обновления вот такая-то. После этого я хочу, чтобы это прошло какое-то тестирование, чтобы это прошло через тестирование, там, наручное, автоматическое. После этого это, там, я не знаю, попало на стейджинг, оттуда попало, там, еще куда-то, еще куда-то, и только потом это стал релизом. Я слишком долго разговаривал, но смысл, я думаю, понятен. Мы можем делать такие вещи в автоматическом режиме. Просто я так сел и запилил, что, допустим, у нас есть какое-то состояние, там, какое-то первоначальное состояние, мы хотим перейти, что мы инициируем новый релиз. Например, я вот просто вот кейс, который я вам сейчас рассказал. Он может, он должен оттуда перейти, там, я не знаю, менеджер должен опорнуть. Правильно? То есть он из состояния релиз может перейти в менеджер опору. То есть это релиз, это просто мы начинаем новый релиз. Потом это должно пройти какой-то, например, ревью. Я вот сейчас просто на ходу придумываю. Окей? Из ревью оно может перейти, там, в tests. Пест. И оттуда, давайте, чтобы долго не разговорствовать, может перейти, там, я не знаю, в staging. И в рон. Окей? Теперь мы объявили некие состояния, которые могут быть у любой нашей сущности. Будь то документ, задача, что угодно. И нам нужно теперь понять, по каким правилам эти переходы совершаются. Мы можем сказать, окей, давайте мы объявим некоторые правила. Правило номер один. Чтобы из состояния инициализации, инициации нового релиза, в состоянии менеджера опору, это перешло, надо, чтобы менеджер подписал. У него есть какой-то публичный ключ. Борон. Ну, есть какой-то публичный ключ. Окей. Что мы можем делать? Объявили просто там, типа, новое правило, назвали так это. Тип, это просто одна подпись. И говорим, круто, из этого состояния и в этом может перейти при наступлении правил на менеджер сайт. Окей? Дальше. Менеджер аппрувд в ревью может перейти в каком случае? Когда, не знаю, придумайте мне какое-то правило, по которому оно может перейти из того, что менеджер аппрувднул, оно ушло на ревью. Допустим, должно ли не ставить. Какой-то оракл посмотрел и сказал, что все окей. По какому-то адресу живет оракл. В свой какой-то ключ, да, на транзакцию он положит, что типа true и false. Ну, то есть, например, он положит, что по ключу ок, он положит value ок. Окей? Ну, я думаю, смысл вы поняли. А можно даже там, я не знаю, два правила навесить на вот этот переход. Ок? Можно автоматизировать вот такую хрень. Па-бам! То есть, он сгенерил контракт, что как мы можем из этого состояния перейти в это. То есть, он говорит, у нас есть какой-то ключ на аккаунте, который мы сделаем, то есть, для регулирования релиза. По этому ключу состояние перехода могут быть только вот такие. То есть, вы не... Можно... А, кстати, этот контракт вообще сейчас работать не будет. Извините, он не позволит никуда перейти, потому что нас нет, но не сделал. Ну, неважно. То есть, если текущее состояние там релиз, он может перейти... И он... Да, он может перейти в менеджер аппрув, только если там подпись от вот такого-то публичного ключа. То есть, от менеджера. Из менеджера аппрув в ревью будет перейти, только если там подпись от кого-то, от транзакции от того-то. Окей? вот если кому-то просто интересно другие стали вообще не позволит перейти потому что кому-то интересно вот я просто хотел про демо из платформ ком рассказывал поэтому а если такая шняга можно поигнаться стоит текущее состояние ну где сохранить ну код транзакции по ключу который указывает а в коде в код если код вернуть это уже когда в контракте попишется тот момент уже как мы сами предусматриваем ничего не узнаете здесь ну вот здесь вот конструктор я указал что менеджер должен оправдывать что значит менеджер должен оправдывать до этого должна произойти вот эта стрелочка что значит эта стрелочка эта стрелочка значит что менеджер сайт это что такое light signature от такого-то обычного ключа окей еще я обещал вам в прошлый раз рассказать про как выглядит скопилированный контракт кому-то это еще актуально или нет на идее точка вы из платформ там можно набор а это не совсем так на идее можно посмотреть это немного другое у нас есть контракт какой-то скопилированный очень скопилированный просто текст контракта мы можем вызвать функцию компайл и скопилировать ее но она в бинарных же он там скопил передать туда контракт и у нас есть вот это в бейс-64 так справа она есть здесь также то же самое скопилированный вид контракта бейс-64 теперь давайте поиграемся у меня есть некий адрес помните я вам сказал что у нас есть какая аккаунта у меня есть адрес 3d 3d 9 чего-то там идем то снег поиск спору смотрим какой у меня палат смогу ли я заблокит контракт 3d 9 4d 3d 5 4d 5 5 5 6 6 6 7 7 9 6 7 7 так баланс ноль окей давайте пойдем в фасет сегодня кстати сообщали что есть какие-то проблемы с фасетом если вдруг не можете получить эстетовский лэвис просто подойдите за дедоси так ладно давайте попробуем кстати я вам покажу как пользоваться на поставить клиентом я вам не показывал это давайте я вам покажу у меня есть там сейчас четвертый аккаунт так скопирую а сейчас по-другому сделать развернули клиента кстати ойс платформ ком если у меня еще был нормальный тренд будет хорошо есть просто старый кошелек можно им пользоваться если вам интересно я сейчас импортно аккаунт покажу просто как снимать и может всем этим можно пользоваться вот у меня есть сит просто говорю что я хочу с таким ситом зайти сюда там демо сегодня кажется мне ни разу с первого раза не пьют на совпадающих паром так отлично у меня есть некий адрес давайте вам покажу как сделать трансфер транзакцию с консолью хотите да у нас есть функция трансфер здесь я переведу с одного аккаунта который у меня тоже прямо здесь есть на другой аккаунт то есть у меня вот здесь четыре аккаунта я переведу с у меня был до этого третий аккаунт который был с него я переведу на нет это был мой третий аккаунт с него я переведу на четвертый первый отлично я делаю трансфер и что надо указывать в трансфер транзакции есть библиотека которая называется waves transactions вообще самый хороший путь вот здесь вот есть видите here здесь открывается кстати это репозиторий и дрешки кто интересовался вот здесь показывается пример трансфер транзакции как она делается то есть мы говорим трансфер сколько мы хотим перевести кому хотим перевести центр паблики на томатически подставить даже можно не писать итогу идем сюда делаем трансфер указываем в JS объекте поскольку я помню amount amount и recipient в recipient мы укажем другой адрес который тоже мой нет четвертый так как у нас восемь нулей после нуля то мы раз два три раз два три раз два это создалась транзакция она не отправилась в сеть видите создавать что amount там столько-то chain id это теснетовский сгенерировался id добавился туда proof recipient у нас прописан центр паблики для текущего выбранного аккаунта для аккаунта 1 проверим что совпадает ev и ev вроде все правильно окей это пока еще не отправлено никуда это я просто сделал создал JSON транзакции если я хочу ее отправить я пишу broadcast broadcast передаю туда в эту самую фонс па-пам какой-то промис у меня был окей давайте проверим что все пошло правильно вот на этот recipient пойдем в explorer теснетовский кажется наш теснет не выдержал хакатона точнее explorer не выдержал хакатона а не теснет ладно мы-то умные мы-то можем сделать по-другому мы-то можем сделать вот так вот просто в sqp я сейчас посмотрю баланс то есть я могу посмотреть адрес и баланс по текущему по указанному адресу вставляю сюда адрес получаю баланс тадам было что-то понятно что я сделал сонно было что перекил в авосик с помощью просто консоли больше я ничего не сделал с одного теста аккаунт на другой теста аккаунт там вроде продата транзакшн сейчас я про дата транзакшн тоже расскажи просто я сейчас сделал именно трансфер аккаунт это да теперь сейчас я сделаю сетскрипт аккаунт то есть я сейчас вот этот скрипт который вы видите сверху вот этот задеплую на тот аккаунт на который я сейчас перевел денежки поняли поняли то есть я создал четвертый аккаунт да я туда перевел бабосики да и теперь я хочу на этом аккаунте добавить скрипт который у меня вот здесь в написании окей ага как я это могу сделать отсюда здесь есть просто функция deploy а баланс аккаунта я не могу посмотреть через консоль только делать вызов API то есть вот эта консоль это просто javascript то есть можно сделать там вызов REST API и получить баланс можно но прямо так что просто баланс насколько я помню в последний раз такого не было да такого нет этого мы просто делаем deploy wait видите да транзакция вроде совершилась пойдем в explorer посмотрим правда это или нет пока еще нет пока транзакция судя по всему не попала в топчей нет она попала в проследствии в люк на эту старую сторону что давайте еще давайте сделаем опять же вы же умные да давайте просто посмотрим информацию по транзакции вот здесь вот iphone oid хоп нет еще не попал ждем деплоить вот прям самым правильным образом у нас есть контракт функция контракт она возвращает просто тело контракта у нас есть функция compile она позволяет скомпилировать контракт который мы передаем у нас есть функция называется set script которая создает транзакцию в set script указываем поле под названием script передаем все что мы до этого писали окей вот он создал объект адзакции и этот самый set script мы передаем broadcast касту вот и все на самом деле посмотрите в исходниках функция deploy она выглядит вот так вот эти четыре функции просто объединены в одно чтобы она удобнее с этим этим работать и того надеюсь транзакции теперь это попало в блокчейн вот теперь попало в блокчейн то есть у нас есть некий скрипт у нас есть transaction id скрипт здесь тоже base64 спор оживи валь explore плохо что смеется это javascript все вообще виноват javascript да все остальное фигня короче смартконтракт работает все работает виноват только javascript все а что ты не дергаешь я уже дергал я просто хотел показать не скомпилированный base64 вид а скомпилированный не в base64 вид он в explorer только есть о я знаю что я знаю что я как раз вам говорил что здесь есть примеры транзакции пам пам давайте я документации просто есть примеры транзакции как они выглядят И в том числе, например, на бейнете можно посмотреть, как выглядит сетскрипт транзакции. То есть можно все транзакции вот так вот смотреть, окей? Давайте мы просто возьмем сентра отсюда. Вот как и будет скрипт. Если это в BaseShea 4 представление, то скопированное представление. Вот что я хотел показать. То есть не только вот эти непонятные фигурники. А как его прочитать? Ну это уже надо разбираться уже в конкретных деталях. Здесь прямо видно function, call, need, leave, getter, что хоть и bytes какой-то передается. И так далее и тому подобное. То есть текстовый вид, который там изначально было написано, это вот то и есть. Причем с именами переменных, да? Нет, это не совсем, потому что здесь по-другому выглядит. Выглядит по-другому. То есть обратно можно вернуть? Обратно, если захотеть, можно вернуть. Пока нет вот этого декомбинатора, который позволял бы там прям в такую же вид привести. Но я даже вручную не понял как-то, потому что там функции какие-то другие. Вручную тоже надо знать, что соответствует скомпинированном виде вот такому, что мы пишем. Это надо знать, да. Ну просто я к тому, что если вот сюда вот посмотреть, на самом деле более-менее понятно, что происходит. То есть там немножко навыка надо, по крайней мере пока, но более-менее понятно. То есть если там написано просто true, будет понятно, что это просто true. А это что за язык? Если тот… Это скомпинированный вид того же самого языка. Это вот это просто превратили в бейс 64. Это бейс 64-то понятно, да. А вот этот язык, он же как бы… Он изначально был придуман, да? Какой? Вот этот вид языка. Да. Вот этот вид языка выполняется нотой. Да. И он изначально был. А потом уже сделали человеческий какой-то. Ну можно и так сказать, да. То есть вот тот человеческий – это изначальная форма. Она комбинируется вот в такую форму, которая вот здесь вот показывается. Нет, как придумывали вообще… Как придумывали? Да, да, да. Но это уже другой разговор. Давайте это уже в кулуарах. Я не знаю, если интересно, как именно это все происходило. Это вот Илья придет завтра, Илья Смагин. Если человек на открытии выделит, вы картинку тоже не запустите. Так и придумывали. Вот, да. Вот так вот. Илья Смагин, так и картинку придумывал, я не знаю. А. Я к тому, что в биткоине же есть тоже, но это совершенно не… В биткоине другой язык. В биткоине стековый язык, там вообще все по-другому. То есть это где-нибудь откуда-нибудь взято? Нет, это свое можно сказать. То есть это ниоткуда-то не скопировано. Там еще мы… То есть в будущем… Не, ну а его расширять… Ладно, короче, это другая тема совсем. Да, это другая тема. Окей, мы с вами что сделаем? Давайте небольшой итог. Не итог, а под итог. Мы написали контракт, вот такой. Мы его скомпилировали, мы его задеплоили двумя разными путями. Путь номер один просто вызвали. Деплой. Путь номер два – всю эту цепочку сделали. Сначала взяли тело контракта, скомпилировали этот контракт. Создали set script транзакцию на JSON. Этот JSON отправили ноте. Нота это отправила в сеть. Окей? То же самое вы можете сделать в любой библиотеке. То есть если вам нужно писать, точнее, компилировать и деплоить контракт, вы это можете сделать в любой библиотеке, которая там есть. То есть Python, JavaScript и так далее. Кроме этого, отсюда же, из этой же консоли, вы можете писать, то есть сделать любые транзакции. То есть вы можете создавать не только транспорт транзакции, но и деплитат транзакции. Леш, Валь, можно, пожалуйста? Да. То есть у нас есть data-транзакция. Мы можем сходить в документацию и посмотреть, как выглядит data-транзакция. Здесь, на самом деле, есть UX-транзакция. Здесь гораздо более понятно написано. Вот data. Вот и выглядит data-транзакция. То есть мы какие-то парадс передаем. То есть кива или кива или кива или. Окей? Угу. И просто передаем вот data. Так закомментировать. Ну, автоматически тоже добавится. То есть его можно не писать, оно в целом. В смысле? То есть за ним тем же key будет, что произойдет, но это не примет. Он расскажет один и тот же ключ, который сейчас используется. Так. Фулпункция data. Передаем туда. Пам. Так. Просто передаем какие-то там значения. IntegerVal, booleanVal, stringVal, binaryVal. Окей? Окей. 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 Вот мы получили объект транзакции. Data транзакции. Видите? Здесь вот в data движет массив из четырех объектов. Окей. 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 Давайте мы теперь это задеплоим. Делается ровно так же. Единственное, кстати, что удобно, в этой консоли можно объявлять переменные. То есть я могу сказать там cons a, потом я просто по a могу обращаться, то есть получить этот самый JSON. То есть это просто JavaScript, объявляем переменные, работаем с переменами. Чтобы каждый раз не писать вот это все, не копировать, не вставлять. И просто делаем broadcast. А. Окей? Потому что в a я записал этот самый JSON на транзакции. Не понятно? Нет, сейчас погодите. В a я записал объект. Объект. И сразу его. За broadcast. А подписан. А она подписывается, когда создается. Когда он создал вот этот data, он уже подписан. Можно указывать вот эту функцию data, когда я объект передавал. У нее есть второй параметр seed или там private key. По-моему, seed. То есть если хочется вторым причем подписать. Можно там AdS подписать, записать в переменную, заново там подписать. Плюс. А seed в консоли как включится? Какой? Для текущего. Так вот справа он там где ключи, там адресы seed. Есть приватные ключи. Ниже. Да. Ну вот здесь вот оно есть. Здесь вот прям здесь. Вот seed этот есть. Оно даже в перемене должно быть доступно. Здесь вот end of accounts и это seedы как раз. Окей? Ну так, ну если несколькими, то в саму дату изначальную, там где самая первая строчка, там же можно написать эти proofs. То есть один подписал, второй подписал. Да. А потом их так-так-так-так сформировать. И последний раз. Есть еще даже на самом деле несколько я помню. AdProof. А. Сюда передается, честно говоря, это… Ну вот вручную формируем этот JSON и подписываем через консоль. Да. И Broadcasting. Да. Если вы это делаете… Ну вообще в консоли это делать не надо в хорошем. То есть я просто сейчас вам показываю, как это делается например в OGS. Для отладки. Ну только для отладки в каком-то виде. Даже для отладки. Знаете, как я рекомендую? Я рекомендую вам написать небольшой скриптец, который будет вам генерить сначала транзакцию, отправлять в сеть, ждать, что она попала в блокчейн. То есть просто пулить ноду, я не знаю, раз в 3 секунды, что вот этот айтишник, он есть или нет. И отправлять потом уже саму транзакцию, например, сначала. Вы хотите добавить скрипт, а потом отправлять транзакцию. Окей? Не, ну это вручную просто… Ну зачем это вручную делать? Я все-таки рекомендую вам писать для этого небольшой скрипт на любимом вам языке. Потому что вручную это будет достаточно долго, неприятно и не самый лучший способ. Вы можете сделать по-другому. Вы можете сделать вот этот private chain, о котором я вам рассказывал в начале. Развернуть private chain, в нем играться как хотите, в том числе вручную сделать там просто быстрые блоки, например. Можно вот так вот сделать, но это прям для джедаев. Когда мы делаем мультиподпись, например, и дальше через консоль пытаемся отправить на нее, и там возникает ошибка, то в консоли… А, через troll надо вот эту… Ну, exception, возврат… То есть если… В смысле если контракт вернул exception? Да, да, да. То есть она здесь в консоли отобразится как текстовая строчка. Текст, который возвращается от ноды, он будет туда, в крови. Вот в этом плане можно отлаживать, потому что в основном кошельки… Да, так можно отлаживать. Можно, да. Так, ладно, давайте последнее, что я вам хотел сейчас, по крайней мере, показать, что… Как читать на транзакции, потому что были такие вопросы. Так. У нас есть аккаунт. У нас есть… Да, у нас аккаунт, который мы отправили. Пам-парам-парам-парам-пам-пам. Я не помню, из какого я отправлял, поэтому… Ладно. Будем надеяться, что тот, который выбран, того я не отправлял. Мы можем пойти вот сюда, в API. Здесь есть адресос. У адресос есть data, туда мы указываем адрес. О!